Сегодня у нас в гостях Сергей Нифонтов, директор Центра защиты леса Хабаровского края. Но, честно говоря, Сергея Владимировича мы приглашали по другому поводу, но для начала ответьте, пожалуйста, на вопрос, который на этой неделе больше всего беспокоит наших зрителей. Давайте покажем видео, которое нам за последние два дня десятками присылали. Это вот опавшие листья у тополей в Хабаровске. И версии были, что химические выбросы, радиоактивные выбросы. Потом вышки 5G, да, все-таки? Да. У вас, как специалист, есть объяснение, что происходит? На самом деле в нашу лабораторию поступили действительно образцы тополя. Мы посмотрели, предварительные данные у нас уже есть. К концу недели мы получим уже более достоверные данные. На самом деле никаких химических выбросов не было, это совершенно однозначно. То есть мы фиксируем, скорее всего, это природноклиматические факторы. То есть это перевлажнение 2020 года, которое было осеннее. Плюс перевлажнение весеннее 2021 года повлияло на такой выброс именно женских особей. То есть мы наблюдаем как раз, что если сравнить мужские особи, говорят, тополя одни скинули листву, другие не скинули. Ну, скорее всего, это связано с тем, что, то есть женские особи, они просто-напросто вложили всю свою силу, энергию, да, вегетативность и свои процессы именно в семена. Но не произойдет ли дальше чего-нибудь неприятного в плане тополя? Вот, возможно, у них же открытая корневая система, они достаточно плохо держатся, не начнутся там массовое падение при небольшом гето. Да, уже не листьев, а стволов. Нет, ну, падение, конечно же, не произойдет. Единственное, конечно, здесь очень важно понимать, у каждого дерева, у него есть свой цикл жизни. И вот, допустим, тополя, они сами по себе были высажены, массово высаживались тополь, да, и ильм, либо вяз, да, то есть по-другому говорят еще здесь в народе так. Они высаживались в 50-е, 60-е, 70-е годы, и возраст спелости и перестойности у тополя, он равен 70 лет, да, то есть после 70 лет дерево уже начинается, ну, по себе стареть, то есть оно начинает болеть, оно прирост уже заканчивается, и поэтому здесь очень важно понимать и вовремя, своевременно наблюдать и заменять эти деревья, это очень важно. Сергей Владимирович, ну, все-таки ваше ведомство занимается в основном не городскими деревьями, а огромными лесными массивами. Кстати, а тополь, он для нашей природы вот типичен, либо он завезенный? Нет, тополь это наш местный, вот, поэтому он не завезенный, это не интердуцент, поэтому это наш вид, да. Так все-таки, чем занимается центр на территории Хаваровского? Ну, наш центр защиты леса федеральная структура, мы один из 43 филиалов по Российской Федерации, и наша основная задача это государственный лесопедологический мониторинг в рамках экологического мониторинга, то есть мы фактически наблюдаем за насаждениями, которые, то есть за их состоянием, вот, ну и даем прогнозные показатели в лесном фонде, как они себя чувствуют, болеют ли, не болеют, какие мероприятия по защите леса необходимы для... Ну, я насколько понимаю, в основном, если какие-то изменения не очень приятные происходят, то зачастую это антропогенный фактор, да, возможно, где-то местные власти где-то чуть-чуть позволили это делать. Есть ли примеры такого вот мешательства власти? Ну, вот, знаете, я бы сказал, что, может быть, не совсем всегда антропогенный, то есть у нас встречаются-то в лесном фонде и очаги массового повреждения вредителей, допустим, пример был у нас... Да, шелкопряд сибирский, это как раз на территории Красноярского края, Хакасии, большие очаги были вот в позапрошлом году. Вот, у нас очень в этом плане, для нас, для всех благоприятна ситуация сейчас. Погодные условия как раз-таки переувлажнения, они не дают развитию вот этих очагов массового размножения. А вот лесные участки на территории города, ну, Хабаровска или другого населенного пункта, они под вашим контролем находятся или нет? Ну, вообще, то есть леса, они же тоже делятся на разные категории. И вот правилами санитарной безопасности установлено, что леса как раз-таки муниципальных образований городов, это полномочия сегодня администрации города, есть такое ведомство управления окружающей среды и природных ресурсов, да, то есть администрации города, то есть это их полномочия. Ну, все-таки, да, если говорить о вырубках лесов, есть ли какие-то проблемы в Хабаровском крае, я помню, даже я не говорю про, может быть, вопрос с черными лесорубами, так называемыми, потому что когда-то это было вообще массовый характер, потом я смотрю по новостям, все меньше и меньше об этом говорят, возможно, проблема действительно пошла на спад, но очень часто жители Хабаровска жалуются на то, что вот спиливают деревья возле рекламных щитов, почему-то это происходит очень часто. Насколько часто поступают такие жалобы, как они обрабатываются? Ну, вот смотрите, то есть жалобы, они, конечно, к нам не поступают, к нам поступают, могут поступать жалобы уже когда, то есть доходит дело до судов, а вообще эти жалобы рассматривает, опять же, то есть администрация города, вот, и каждое дерево, вот, ну, это совершенно однозначно, то есть его вырубка, она происходит только после того, когда производится обследование, по-другому никак, а иначе это будет незаконная вырубка, и здесь необходимо подключать правоохранительные органы, совершенно однозначно. Сергей Владимирович, а в целом, каково вот сейчас состояние лесных запасов в Хабаровском крае? Потому что, ну, по крайней мере, наши зрители очень часто присылают нам ролики, якобы подтверждающие, что сейчас вот все подряд вырубается, там, выводится все в Китай. Да, да, ну, как правило, там ролики, оказывается, сняты 10 лет назад, и хорошо, если в Хабаровском крае, но все-таки динамика наблюдается. Не, на самом деле, динамика у нас достаточно неплохая, то есть говорить о том, что все хорошо, это не так, конечно, то есть действительно нужно своевременное наблюдение, своевременный уход, но такого вот, что там какая-то массовая вырубка, но на самом деле сегодня же мы с вами прекрасно понимаем, что сегодня и космические снимки, да, то есть мы фиксируем также, да, изменения по космическим снимкам, да, поэтому, ну, сегодня все открыто. Ну, одно дело вырубки, другое. То есть на космических снимках ничего ужасного не наблюдается? Конечно нет, нет, нет. Ну, одно дело, что касается вырубок, да, там, законных, незаконных, другое дело лесные пожары. Мне кажется, это вообще бич Хабаровского края, и насколько сложная обстановка в плане лесного фонда, насколько мы теряем много нашего вот зеленого богатства Хабаровского края в связи с возгораниями? Ну, вот, смотрите, лесные пожары, это действительно очень такой, очень сложный фактор, да, и это наш, как вы говорите, да, серьезная проблема, вот, но, смотрите, лесные пожары, они тоже разные бывают, да, то есть бывает беглый низовой пожар, который прошел, пробежался, да, и он не носит никакого ущерба. Бывает устойчивый низовой, а тем более верховой пожар, это тоже важно, поэтому нельзя говорить, что площадь вот пожара, она большая, значит, все погибло. Поэтому смотрим, ненаблюдаем мы такой серьезной динамики гибели насаждений, ну, вот, для примера, на территории Хабаровского края порядка всего 51 миллион лесопотреблений, открытой площади, и всего лишь, вот, цифру, смотрите, где-то 5,5-5,6 тысяч гектар, то есть это площадь, где требуется проведение каких-либо защитных санитарных мероприятий. Я просто помню, знаете, раньше в новостях было, ну, лет 20, может быть, назад, там, миллион гектаров сгорело, 96-й, по-моему, или 98-й год. Я просто поражался, ну, то есть, зная площадь Хабаровского края, понимал, что это колоссальные какие-то, просто невероятные по территории лесные массивы. Ну, да, в те годы, в 96-м году действительно были зафиксированы большие площади пожаров, и мы это сейчас наблюдаем, смотрим, но на сегодняшний день уже прошло очень большое количество времени, и те площади, которые сгорели, на самом деле, они уже возобновились. То есть сначала там... То есть там нормальный лес уже. Да, и сейчас уже, то есть там фактически уже средневозрастные насаждения, то есть порядка, там, 25-30-летний, поэтому... В завершение, Сергей Владимирович, если все-таки какой-то человек хочет пожаловаться на местные власти, которые, по его мнению, вот, не защищают достаточно лесные насаждения, если считает, что где-то вырубается хистический лес, можно к вам обращаться? Не, ну, вообще, я еще раз повторюсь, это, конечно, полномочия администрации города, но если... Ну, а если это не город? Если это не город, то, конечно, можно, да. Центр защиты леса. Ну, просто очень обязаны передать правоохранительные органы информацию. Ну, ваш телефон можно найти в интернете, да? Да, да, то есть... Спасибо, на гостях был Сергей Нифонтов, директор Центра защиты леса Хабаровского окрая. Ну, еще раз вот напомню, что Сергей Владимирович, как специалист, как руководитель лаборатории, который проверял, а нашлисть это полей, подтверждает, химии там не обдорожили. Однозначно. Субтитры сделал DimaTorzok